Песня Соломона Потому что царь Соломон, каким он запечатлен в исторических хрониках Ветхого Завета, знаменит прежде всего тем, что у него было множество наложниц. Конечно, наложницы тогда, во времена царя Соломона, это прежде всего, ну и извините, прекрасные дамы, это прежде всего печати на международных договорах. Заключили договор с соседней страной, берем его жену в Гарем. Ну, дикие люди, эти цари Соломона. Но такова была эпоха. Конечно, строго отличались жены царя Соломона, заложницы, какими в сущности являлись такие вот жены по договору. Ну и просто, ну их было много. Я думаю, я надеюсь, что книги царства преувеличивают количество жен царя Соломона. Ну, так или иначе. Причем они преувеличивают, чтобы показать распутство царя Соломона. Я думаю, я надеюсь, что книги царств, исторические части Библии преувеличивают распутство царя Соломона достаточно сознательно, чтобы показать, что царь Соломон вот в этот этап своей жизни Богу согрешил. Кстати, это перекочевало в повесть временных лет, где вообще воспроизводятся многие из библейских ситуаций, буквально воспроизводятся вот как матрица Библия служила не только древним украинским, но и древним французским, древним испанским хронистам. Вот князь Владимир, наложница, это тоже признак его не сексуального какого-то распутства, а идейного. Как говорил один герой Антон Павлович Чехов, кто изменил жене, может изменить отечество. И Бог, как муж Израиля, это очень древний образ. Значит, и медного мужа. И когда у Соломона много жен, это обозначает, что он и был поклонник в сущности. И князь Владимир имел много жен до крещения, как язычник. Много богов, много жен. Эротическое соответствует религиозному. Тем не менее, это все поздние такие поправки к образу царя Соломона. Реально у него было несколько жен, но это считалось абсолютной нормой. Многоженство из библейской этики вычеркнули. Никто не вычеркнул, но есть. Но оно как-то так затушевано, подправлено комментариями. И выходит, что епископ должен быть одной единственной жены муж, как писал уже апостол Павел. Хотя в принципе, многоженство, как говорится, никто не отменял. И тем не менее, песнь-песнь приписывается царю Соломону, ну скажем так, перед первой женой, перед нулевой, перед стартом. Юный-юный царь Соломон вот так вот глядел на любовь. И в этом есть какая-то великая правда на сегодняшний момент. Почему? Потому что мы живем в мире, где моногамия, где горячая любовь – это для Голливуда, Болливуда, но не для реальной жизни, простите. И, как говорит один мой знакомый епископ, если мы будем причащать только тех, кто в первом и в единственном браке, так вообще в церкви никого не будет. Мы, 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 которые единобрачные, стыдливо краснеем даже, потому что, ну что это такое одна жена? Мы какие-то, видимо, устаревшие люди, винтажное отношение к любви. Это тем интереснее, что когда в 20 веке историки переключились с политической историей на историю личности, то стали часто писать, что любовь, романтическая любовь, ну как известно, «Луну делает в Амстердаме», – писал один герой Гоголя, а любовь сделали на юге Франции, в Провансе, точнее, в 12 веке, труба дуры и так далее. Но есть и конкурирующая концепция, что любовь сделали в 18 веке. Пастухи, пастушки, верность до гроба и прочее, прочее. Но как сделали, так и отправили на свалку историю. И сегодня любовь… Вот я читаю чудесный научно-фантастический рассказ великого астрофизика Карла Сагана, и он там принципиально главного героя делает героиней, что очень по-джентльменски с его стороны, он-то все-таки не женщина, но как высший идеал для него астроном – это женщина независимая, свободная, не стесняющаяся в выражениях, для которой секс-эротика, конечно, существует, но там ее замечательный возлюбленный захотел иметь ребенка – «Все! Чао бамбина ссори!» И историки выявили ту зависимость, что чем лучше образование, чем больше женщин получают высшее образование, тем меньше они рожают. Чайдлес, бездетные – это уже не просто проблема медицинская, а это сознательный жизненный идеал. И современный демографический кризис, который последовал за демографическим взрывом XIX-XX веков, это именно потому, что и мужчины, и женщины, получив образование, увидели для себя другую жизненную цель, кроме «владитесь и размножайтесь!». Ну и брак у меня один, но детей у меня не 13, не 16, как бывало в старину, а всего-навсего двое. Так что и тут мы идем вновь. Но! А теперь посмотрим «Песнь песней». И оказывается, что? Во-первых, детей там нету. Там есть про груди любимой. Сколько труда положили средневековые теологи, люди часто бездетные и почти всегда пожилые, и уже, в общем-то, перешагнувшие порог горячих страстей, чтобы всему этому придать аллегорическое значение. Церковь – это невеста, Христос – жених. Ну и тогда груди церкви – это то, что кормит молоком словесным, разумным и так далее. Да какое там! Берете текст! Кстати, я обычно не говорю, какой перевод читать, ограничиваясь в синодальном. Но, пожалуй, вот «Песнь песней» лучше читать в новом русском переводе российского библейского общества по ряду причин, в том числе потому, что там поставлено «он» в квадратных скобочках и «она». Дело в том, что «Песнь песней» – это, видимо, сборник фольклорных частушек в сущности. «Я любила», «Я страдала», «Я любила», «Я страдал». И это как бы диалог. Ну, боялия, а мы к вам пришли. Значит, мужчины поют за жениха, женщины, девушки поют за невесту и развлекаются. Может быть, это пелось и на свадьбах, мы не знаем. Текст сильнейшим образом поврежден каким-то шибко умным интеллектуалом, который туда напихал некоторых своих идей, и в результате какие-то места, ну, явно, что там поэтическая последовательность утрачена. Но боговыдохновенные книги они такие. Там многие оттоптались. Но зато туда проник царь Соломон. И там, во-первых, значит, нет детей. И мы опять возвращаемся к мудрости царя Соломона и экклесиаста, что «Ну, а что дети?» «Ну, будут дети, но у них другие идеалы, у них другие цели. И всё, что делаю я...» Во-вторых, это всё-таки действительно идеал Чарлиса. «Я люблю всё!» «Какой Прованс!» «Какой XVIII век!» Там всё... Ой-ой-ой, мы примем вот такую позицию элегантную, древнюю, пластическую. Мы вот так вот в такой... Какая рифма! Груди они есть, груди. Вот шея она есть, шеи. Саша Чёрный написал чудесную пародию на «Песнь песней», потому что метафоры старинные. Ну, смотрите, и само название «Песнь песней» это очень древний, когда не было прилагательных, а в истории языка была такая эпоха. Язык есть, прилагательных нет. Это как-то сказать... Самый лучший, самая лучшая песня. Говорим «Песнь песней». Говорим «Царь царей» – самый главный царь. Вот адекватный перевод. А то место в «Песне песней», которое переведено в новом русском переводе, удачнее, чем в старом, а место ключевое, и оно хорошо знакомо тем, кто ценит любовь. Оно стало идиомой, вошло и в русский язык. Крепка, как смерть, любовь. Что это означает? Или сильна. Крепость в древнеславянских языках – это прежде всего сильное место. Крепок. Крепкие мышцы, крепкий позвоночник и так далее. Слава Богу, что есть библейский параллелизм. И здесь тоже. Там вторая половина фразы, чуть изменяя, очевидно повторяет первую, и речь идёт о ревности. Что ревность – это жжётся, как преисподняя. Какие сковородки-мовородки. Он на другую поглядел. Что происходит? И, значит, любовь, она прежде всего уникальна. Она не согласна рассчитывать колледж, университет, открытие экзопланет, ещё что-то. Он мой и только мой. Какое гнусное собственничество. Парные связи должны быть разрушены, как говорилось в одном эротическом фильме 70-х годов. Но прежде чем что-то разрушить, хорошо бы что-то построить. И оказывается, что когда строишь, ты не согласен, что это будет разрушено. Ты созидаешь, какой ты созидаешь. Любовь нас образует и созидает. Так что любовь царя Соломона. Там сказано, особенно Саша Чёрный, посмеялся над шеей, как башни Давидова. Дело в том, что в современном Иерусалиме стоит прямо вот у главных ворот башня напротив почтового отделения. Я оттуда открыточки посылал. И там, кстати, почитаем, что была арабка. Очень симпатичная и хорошо работающая девушка. Стоит башня. Башня царя Давида. И если бы у возлюбленной была шея, как эта Давидова башня, то, конечно, в общем-то, любовь слепа. Но не настолько же. Но дело в том, что эта башня построена в средние века. К царю Давида она отношения не имела. И более того, очень возможно, что город царя Давида располагался внизу, пониже и чуть восточнее, ближе к Гефсимане. Так или иначе, судить о башне Давида мы должны по книге «Песнь песней», а не наоборот. И, видимо, башня Давида была сильно стройнее и повыше. Ну, вот, как Иван Великий. Вполне шея моей Плесецкой. Так что годится. Что ждет любовь дальше? Действительно ли любовь должна умереть? Действительно ли ревность – это отжившее буржуазное чувство? Хотя какие буржуавы – бог царя Соловода? Я не знаю. Я не знаю. Я знаю одно, что любовь бесконечно разнообразна. Это одна и та же любовь. Я знаю, что... Ну, мой опыт любви маленький. Так, 2022, 6, 22 минус 6, Господи, 24, 16. Значит, мы любим друг друга с 47 лет. 47 лет и... Ну, женаты мы чуть меньше, мы обвенчались там где-то через год после первого поцелуя. Ну, я, Виталий Лазирович Гинзбург, воинствующий агностик, лауреат Нобелевской премии, великий физик, у которого я имел брать интервью, честь брать. Ну, и говорили за душу, он в браке прожил, там, по-моему, почти 70 лет во время войны, как-то очень молодыми они поженились. Бывают и по 100 лет, честное слово. Два таких случая известны. Поэтому с моим маленьким стажем любви я ничего твёрдо говорить не могу, кроме одного, что любовь разнообразна. И то, что мы часто принимаем для начала за крушение любви, это просто новый её поворот. Это в сущности, конечно, в любви есть сомнения, конечно, в любви есть колебания, но эти колебания связаны именно с тем, что в любви есть нечто статическое. Часто говорят, что в любви главное прощать уметь. Только никогда не говорите это молодоженам, потому что они не поймут им. Хотя замечательная русская поговорка говорит, что не выбранятся, только тешатся. Тешатся, между прочим, в древности имело значение сражаться. Рыцарская потеха, турнир, сражение, невзаправду могли убить. Другими словами, надо проверять крепость своих чувств, когда ты ссоришься. И ссоры, видимо, продуктивны. Это как на крутом повороте, или когда ты поднимаешься круто вверх, и что-то выпадает из карманов, или еще кто-то, ты оступаешься, если вы вдвоем лезете. Другое дело, что символом любви, вот для меня, например, является, как мы с женой были в Киеве, уже без детей, и мы пошли к Аскольдовой могиле. Мы ее искали, спросить было не у кого. Это было еще до того, как там все немножечко загламурили в конце 90-х. И мы пошли по очень, мы пошли вниз, очень крутой склон, к Днепру. То есть это обрывка, ну, мне приходилось ходить по ущельям, но мы все-таки вниз-то по ущельям не спускались, так идешь, 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 ты кингуешь, вот, а тут вроде бы как бы склон, похожий на Воробьевую гору, и мы решили, что ничего. Ох, не похоже, ох, не похоже. И вот этот спуск, мне кажется, более символ любви, чем альпинистский подъем. Потому что, когда ты спускаешься вниз, и вот так вот мы друг другу помогали, когда вверх, это более, ну, как бы более доминирующая позиция, кто-то вверху подает тебе руку, а когда вниз, это вы действительно вдвоем, вы как бы вместе падаете, но это падение, формально вниз, а на самом деле внутренне вы поднимаетесь друг к другу. Это очень странная штука. Я думаю, это правильно. Потому что любовь от юности к старости, мы как бы идем в могилу, но это подъем в бессмертие. Это вечная жизнь, которая протекает через все земные заботы и хлопоты. Ну, представляете, царь Солома, у него коней сколько было. За всеми нужно глаз да глаз, а все-таки любил. Так что будущего мы не знаем. Я думаю, все еще сто раз поменяется. Но я думаю, что любовь царя Соломона, она еще всем предстоит. И является ли нормой моногамия? Или любовь рассыпется на тысячу каких-то маленьких любвей? Я думаю, что моногамия никуда не уйдет. Как и единый бог никуда не уйдет. Все-таки связь не случайна. Вы понимаете, это как рот. С одной стороны, это и у простейших есть животных. Ротовое отверстие уже уломил бы. А мам и оттуда выходит. Но при этом рот он для поцелуев. Я уж не говорю, чтобы поболтать. Так что не спешите хоронить любовь. Не плю их колодец. Не рви песнь песней. Почитай, подумай. Почитайте, подумайте. Во-первых, из уважения к вам, уважаемые слушательницы. Во-вторых, можно и вдвоем почитать. Любовь – штука идеологическая. Диалогическая. Не идеологическая. Яков Кротов. Москва. С Богом. Всего доброго.